Если с вами никогда не случалось защемление седалищного нерва, вы даже не представляете, насколько это скверная история. Ваша задача – двигать голень во внешнем направлении несколько раз, при этом находясь в контакте непосредственно с самой грушевидной мышцей. Но, к большому сожалению, если большая ягодичная мышца не работает по каким-то из вышеперечисленных причин, то человек получает временное облегчение, и через некоторое время проблема возвращается еще более сильно. Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги! Я Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматити. И сегодня мы с вами поговорим про чрезвычайно актуальную тему – это защемление седалищного нерва. В этом видео обязательно досмотрите его до конца, а мы с вами обсудим, что делать, если произошло защемление прямо сейчас седалищного нерва. И, кроме того, я вам изложу стратегию того, что нужно делать для того, чтобы эта проблема впредь не появлялась или вообще не появилась у вас в будущем. Дело в том, что огромное количество людей сталкиваются с ней в возрасте после 30-40 лет. Если с вами никогда не случалось защемление седалищного нерва, вы даже не представляете, насколько это скверная история. Люди не могут встать с кровати, люди не могут добраться до туалета. Кроме того, это чрезвычайно больно и это чрезвычайно вредно для здоровья людей, с которыми это случилось. А самое страшное, что современная медицина скорее не лечит эту проблему, а лишь снимает болезнь по поводу этой проблемы. И для того, чтобы разобраться, каким образом лечить эту проблему, нам для начала придется разобраться в механизмах ее возникновения. Помощь из зала. И здесь нам надо обратить внимание на то, как устроены, собственно говоря, седалищные нервы. Если вы посмотрите на стилет, вы обнаружите вот эти вот желтые тутенцы. Это нервы. Они защемляются грушевидной мышцей. Грушевидная мышца – это мышца, которая крепится по задней поверхности крестца и по большому вертелу бедренной кости. В процессе ее прохождения она может защемлять выходы нервов, которые выходят из крестца. Почему она это делает? Потому что сустав между крестцом и подвздошной костью утрачивает свою стабильность. Почему сустав между этими двумя костями утрачивает стабильность? Дело в том, что его в норме, в естественном состоянии должна стабилизировать большая ягодичная мышца. И вот эта мышца перестает работать, и как следствие ее функцию на себя принимает грушевидная мышца. Грушевидная мышца гораздо меньше по объему. Кроме того, она гораздо хуже приспособлена к тому, чтобы стабилизировать сустав между крестцом и подвздошной костью. И поэтому она входит в состояние спазма, и в этом спазме она защемляет седалищный нерв. Проблемой здесь, помимо прочего, является то, что когда грушевидная мышца избыточно воспалена и зажимает седалищный нерв, это приводит к тому, что она также зажимает и нервы, которые управляют большой ягодичной мышцей. Таким образом, чем сильнее напряжена грушевидная мышца, тем хуже работает большая ягодичная мышца. А чем хуже работает большая ягодичная мышца, тем сильнее напрягается грушевидная мышца. Если вы знаете, что это за проблема, если вы с ней сталкивались, если вы хотите зарабатывать на этом хорошие деньги, помогая людям оздоравливаться и быть более красивыми, то я вам рекомендую переходить по ссылочке в описании. И там вы сможете зарегистрироваться на трехдневный бесплатный марафон, посвященный тому, каким образом делая людей более здоровыми, делать их более красивыми и при этом зарабатывать на этом очень хорошие деньги. Я рекомендую каждому специалисту, который его еще не посетил, обязательно перейти по ссылочке и его посетить, потому что в этом трехдневном бесплатном марафоне изложено настолько много важного и ценного материала, что ваше сознание изменится и вы сможете зарабатывать больше денег, только посетив этот марафон. Итак, давайте я вам сейчас дам в ваше распоряжение практический инструментарий, каким образом снимать острую боль во время защемления седалищного нерва. Напоминаю, что все инструкции, которые я вам предлагаю, они имеют относительную применимость, и для того, чтобы хорошо помогать людям, вам рекомендовано все-таки получить профессиональное образование и быть уверенным в тех результатах, которые вы получаете. Итак, проблема с защемлением седалищного нерва прежде всего связана с тем, что укорачивается грушевидная мышца. Грушевидная мышца располагается от большого вертела бедренной кости до крестца. Если говорить о том, как она расположена, она располагается вот в таком направлении, условно говоря, поперек ягодицы. Одной из главных функций грушевидной мышцы является латеральное, то есть внешнее вращение бедра. Это когда коленка идет во внешнюю сторону. Мы можем увидеть вот это вот движение через приведение согнутого колена к средине линии, на себя. Таким образом, в тот момент, когда мы выполняем подобное движение, грушевидная мышца укорачивается. Наша задача грушевидную мышцу растянуть, поэтому мы выполняем движение по медиальному вращению бедра. Вот таким вот образом мы и выполняем движение. Здесь очень важно, чтобы вы выполняли это движение максимально бережно и медленно, потому что мышца уже сейчас укорочена, уже сейчас эта мышца давит на нерв, и поэтому в тот момент, когда вы ее начинаете растягивать, она начинает давить на седалищный нерв сильнее. Поэтому ваша задача растягивать ее таким образом, чтобы это не привело к более сильному сжатию седалищного нерва. Мы можем выполнить эту задачу через очень медленное отведение колена и голени во внешнюю сторону. Ваша задача двигать голень во внешнем направлении несколько раз, при этом находясь в контакте непосредственно с самой грушевидной мышцей. Вот сейчас я чувствую, каким образом у меня начинается вращение бедренной кости в медиальном направлении, и здесь я чувствую, каким образом происходит растяжение грушевидной мышцы. Повторяйте это движение несколько раз с минимальной амплитудой, доходя до точки болезненности, и застывая в этой точке болезненности на некоторое время. Мы просим человека в этот момент сделать несколько медленных, глубоких вдохов и выдохов, и после того, как болезненность начнет снижаться, мы несколько увеличиваем амплитуду движения. Дело в том, что проблема с ягодицами очень часто носит психосоматический характер. Тазовый регион, а следовательно и ягодицы, отвечают в целом за общее благополучие человека. Когда у людей тощие ягодицы, то это часто говорит о том, что люди сжимают булки и многое себе не позволяют. То есть у них в тазу нет достаточной энергии, а в каких-то случаях, наоборот, попа слишком разрастается. Это часто говорит о большом внутреннем страхе, страхе голода. Мы либо запрещаем себе изобилие, либо боимся его потерять. Простыми словами, вы сами себе не позволяете или не разрешаете деньги. Эта проблема находится в голове. В своей голове я ее уже поборол и знаю, как помочь вам ее преодолеть. Вам просто нужно погрузиться в атмосферу, где другие массажисты давно разрешили себе изобилие и деньги. Вам необходимо попасть в окружение успешных людей из вашей сферы. Они все находятся в нашем закрытом клубе для массажистов, в котором я рассказываю, как добиться высоких результатов в этой профессии и научиться зарабатывать реально большие деньги. Переходите по ссылке в описании, чтобы присоединиться к особой касте массажистов, которые не стесняются зарабатывать большие деньги, потому что реально помогают своим клиентам. Если проблема случилась с вами, то вы можете себе помочь. Вы можете отвести ногу за внешнюю линию и выполните движение за счет напряжения мускулов или до некоторой степени можете помочь себе при помощи рути. Давайте покажем. Здесь важно обратить внимание на то, что очень часто, когда есть проблемы с защемлением седалищного нерва, возникают проблемы по поясничному отделу позвоночника, поэтому это движение надо выполнять крайне осторожно, если у вас есть проблемы с грыжами. Мы обсудили, каким образом можно снять острую фазу заболевания. Давайте теперь поговорим о том, каким образом нам надо работать для того, чтобы снять эту проблему в будущем, чтобы она не появлялась. Напоминаю, что если вы растянули грушевидную мышцу, это не решило проблему большой ягодичной мышцы, и проблема может уйти на некоторое время, стать не столь острой и актуальной, но все равно надо лечить большую ягодичную мышцу. Необходимо регулярно работать с большой ягодичной мышцей по местам ее прикрепления, по крестцу и по подвздошной кости. Здесь очень важная история, много раз об этом говорил и постоянно сталкиваюсь с тем, что люди продолжают давить на место выхода седалищного нерва, необходимо работать именно по медиальной части большой ягодичной мышцы. Давайте посмотрим внимательно на модели. Есть крестец, вот приблизительно здесь, и приблизительно на этом уровне располагается место прикрепления большой ягодичной мышцы. Чуть ниже, приблизительно в середине ягодицы, располагается выход седалищного нерва. Именно здесь выходит грушевидная мышца. Соответственно, каждый раз, когда вы начинаете массировать середину ягодицы, вы таким образом начинаете массировать, во-первых, грушевидную мышцу, во-вторых, начинаете массировать седалищный нерв. В тот момент, когда мы прикладываем усилия по размассированию грушевидной мышцы, это приводит к усилению воспаления и к усилению защемления седалищного нерва. Пожалуйста, никогда так не делайте. Вы можете прикасаться к грушевидной мышце и седалищному нерву, если вы очень хорошо умеете работать с этими местами и знаете, что делать. Это место опасно. Напишите в комментариях ваши истории того, как у вас было защемление седалищного нерва. Расскажите, насколько это было мучительно по шкале 10 баллов. Расскажите, как долго проблема продолжалась и насколько эффективно было лечение посредством блокад. И что вам, в конце концов, помогло излечиться. Ну а с вами, как всегда, был Станислав Черноног, автор и создатель онлайн-школы векторного массажа и соматики и одноименного YouTube-канала, где мы с вами учимся решать острые проблемы, учимся смотреть в первопричины и при этом зарабатывать хорошие деньги. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok